Всем большой привет! Сегодня у нас 3 мая, понедельник, выходной день, и я собираюсь ехать в сад, сейчас времени 8 утра, ну сразу в 130 вот только поели, встали там, то да сё, и вот я поехал, камеру подзарядил, надеюсь хватит надолго, по прогнозу с обеда дождь начнётся сильный, причём там 3 капельки рисуют, но пока вот солнечно, так что надо по максимуму успеть что-нибудь там сделать, с фундаментом надо продолжать поднимать, сейчас заеду ещё в гараж, возьму бензопилу, заправлю я, попробую, позапускаю и досочек напилю, чтобы можно было хорошо подкладывать, то получается я время не очень много трачу на доски вот эти, там ищу, выбираю, хочу напилить побольше, всё как бы, чтобы раз, 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 быстрее дело пошло, также взял ещё наколенники, потому что на коленях ползаю, земля сырая, колени мокнут, решил наколенники сзади, эти рыбацкие, они достаточно толстые, тепло будет от них, и взял ещё банку вот эту, вычерпывать, от старой бутылки отрезал, пластиковой, вот, ну сейчас поедем, ещё хотел сказать, что большое спасибо всем зрителям, вот пятая серия у нас, пока на канале загружена, она набрала больше одной тысячи лайков, я вообще удивлён, вот это я же тогда в видео-то сказал, что вы, ребята, поддержите там, то-де-се, вот, видно действительно, вы меня поддерживаете, вот, большое вам спасибо, что ставите лайки, что пишите комментарии, там больше 200 уже комментариев, вообще здорово, спасибо большое. Приехал в сад, всё нормально тут, домик стоит, никогда не делся, вода ушла, даже не надо будет отчерпывать, вон в этих ямках воды нет уже, что радует, значит, немножко грунт начинают подсыхать, подсыхать, вот, кстати, вот, смотрите, брус фиговенький, плохой, по логике его на менять, да, это усложняет значительно всё это дело. Ну, сейчас сразу займусь досками, подготовлю вот из этих всяких старых досок, таких как подкладки, или как их назвать-то, гвозди сначала достану, всё их выдергаю, чтоб самому не пораниться, да и не торчали, вот, сейчас я этим займусь. Вот столько досок на текущий момент подготовил, ну, так-то прилично, но этого всё равно не хватит ещё. А тут остался один, одни дрова, можно так врезаться, ну, может, ещё брусики выберу, какие более-менее получше. И есть у меня ещё вот такие, в прошлом году я напилил бруси, я с них скручу такие квадратики, тоже буду их подставлять, получше выберу, которые менее гнилые, и буду использовать. А сейчас хочу попробовать завести бензопилу, заправить её, там, в маслице развести, вот, бензопилу запустить, масло двухтактное, уколовское, да, для всего использую и водочный мотор, и бензопилы, в триммер, генератор, короче, он всё использует. Раньше стоило 120 рублей, сейчас уже где-то 170 рублей банка, хватает её надолго, целый литр, мне нравится, ничего пока не меряет, до сих пор не заклинило, сейчас буду наводить смесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такую кучу досок напилил, бензопила пилит хорошо, я доволен, вообще здорово пилит, чувствуется мощь, она может это обкаталась у меня до конца, так из-за этого так хорошо пилит. Конечно, неудобно ногой это держать, по логике бы какие-нибудь козлики такие сделать, и тогда вот такой маленькой пилить удобно будет. Ага, ну вот сейчас буду тогда уже заниматься фундаментом. Сейчас всё это аккуратно разложу вокруг домика и буду поднимать его. Хм, да, надеюсь подниму хоть сколько-нибудь, чтобы видно уже было там вот снизу-то просвет той стороны. Сейчас приступим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потихоньку домик поднимаю, сейчас ещё с седями пообщался, вообще приказа так пообщались. Вот хорошие люди порассказывали про седоводство, то, что спокойно место, никто не шумит, всё нормально тут. Так, спрашивали, что такое я делаю. Говорю, домик поднимаю, это всё подрал его. Говорю, тоже, кстати, сказали, что лучше стал даже выглядеть без обшивки-то. Говорю, всё сделаю, пристрою сделаю, постепенно, конечно, не быстро, но всё буду делать. Вот такой красавчик домичек. Сейчас продолжу поднимать. Потихоньку дело идёт. Вот уже домик так достаточно высоко на один кирпич. Вот этот угол, конечно, начинаю поднять, я сейчас по уровню проверил. Он низковато, самая низкая точка. А с той стороны вообще уже хорошо. Вот, кстати, смотрите, как тут-то. Вообще высоко уже. Кстати, в середине это брус, который я всё поднимал. Можно сейчас не поднимать. Я под него сразу подкладываю, когда под этим углом поднимаю, вот под тем углом дальним. Получается, единый брус так сразу идёт. Вот тут тоже уже свет почти видняется. Он тут целый брусик подложил. Сейчас продолжим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... По-тихоньку дело идет, решил немножко передохнуть, посидеть, отдохнуть. Вынес таборедку из домика, у меня таборедка есть, я из гаража привезок, вот на ней сейчас сижу, отдыхаю. Блин, пить охота, надо воды с собой брать, что-то я это не подумал. Достаточно тепло сегодня, где-то около 10 градусов, я даже шапку снял, вот прям жаркая голова, потеть начинают. Ну, пить охота, надо с собой тормозочек брать. Ну и бутербродик и что-то такое. Ну так-то я уже ненадолго сегодня приехал, потому что по прогнозу это дождь. Вот уже начинается, что пока-то появляться. Соответственно, сколько уж погода побудет, а там уж вонем домой. Ну я доволен, видно земля-то просохла, тут же такой песочек еще отсыпан. И соответственно, лучше стал домкрат-то не проваливаться туда, в землю-то. И подложек-то вот я уже больше выкладываю вот этих основ-то под домкрат. Быстро пошло, быстрее вот, чем первые разы я когда пробовал. Вот, правда быстрее пошло. Я сразу где-то вот по стока поднимаю. Это, конечно, многовато, но я думаю, ничего не будет. Да? Рисковый парень дрова. Вот, надеюсь, ничего не будет. Домик кучей дров не станет, не рассыпется. Кстати, пол в прихожей сел, он же так же не приколочен. Вот он сейчас на земле лежит, там где этот цемент, врубероид и тому подобное. А, надо сейчас мне проверить, как там лестница, потому что лестница с полом была приколочена. Вот я сейчас схожу, это проверю, когда отдохну-посижу. Пойдемте посмотрим, что там с лестницей. Тут думаю, что надо проверить. Слава Гвоздодер, да, лестницу перекосило. Вот, смотрите, очень сильно. Так-то она добротно сделана на уголках. Такая, вон там металлические пластинки такие снизу, под каждой ступенью. А снизу вот так все это выглядит. Видите, пол-то ушел на земле, остался. Один край приколочен, а другой край в воздухе. Сейчас я его оторву, чтобы лестница выправилась. Сейчас хочу съездить до дому, покушать. Что-то проголодался. А так вот, настолько поднял, считаю, прилично. Кирпича на 2 на 1,5. Сейчас снизу покажу. Ну, еще не видно туда стороны. Там эти доски пола. С той стороны еще кажется, что выше, потому что там изначально была высокая сторона. Тут вообще кажется, что высоко. Высоко-высоко. Вот так. И вот туда вот так уходит. Вот тут видно землю, повернее, свет. Вот так поднял. Нормально. Если так еще продолжать, то подниму. И можно будет делать уже заливку вот этих из кирпичей. Новую. Я собрался на второй заход в сад. Но что-то уже капли начинаются. Ну, хотя бы ненадолго съездить. Может еще там настолько поднять. Там еще рулеткой замерить. Насколько все-таки я уже вышел там вот. Высоту-то. Кирпичи померять. Какой они высоты. Чтобы понимать, что три ряда плюс сантиметр шов. Вот сколько надо будет делать-то. Ладно, сейчас съездим. Если сильный ливень начнется, тогда уже домой пойду. А пока еще так вот капельки маленькие кап-кап делаем. Доехал до сада. Вроде бы все нормально. Домик не упал, пока отсутствовал. Вот сейчас дымкрат уже притащил. Дождик стих. Может и потерпит до вечера эта рогодка. Сейчас хочу снова начать поднимать. Вот так вот он так стоит уже. Сейчас занимаюсь фундаментом. Он уже тут так хорошо поднял. Дождик потихоньку капает. Но я все равно не отступаюсь. Я все занимаюсь. И сейчас вот слышу вдалеке. Вот там. Может видно будет сейчас. Возвучу. Там дедушка забуксовал. На 14-й модели Жигулей. Я думаю, сейчас ездить вытащить. Там уже буксуют, буксуют. Минут 5-то точно я слышу. Домикрат уже опустил. Сейчас поеду вокруг съезжу вперед, дерганю. Что там. Чуть-чуть-то. Вот он вот там. В машина. Он что-то заглушил. Сейчас потихоньку еду туда. Такое ощущение, что... А, дверь не закрыл. Что-то думаю, звякает. Сейчас вокруг поехал. Там же в лесу-то он перегородил. Получается. Так, сейчас передачку переключим. Вот это поворот. Вот, представляете, у меня веревки не оказалось. Ну, вот это буксировочный, это этой шнур, это или как он называется, буксировочный вот этой штуки. Я помню, я тогда провал с прицепом, прицеп вытягивал. Потом светофор я купил и положил. А то ли в Гранту положил, то ли в Нилу. И, похоже, в Гранту я положил. И вот у дедушки это тоже не оказалось. Ну, блин, пришлось обратно к участку ехать. Я говорю, если найдете, так подходите. Вот показал, где мой участок. Он показал, где его. Вот так вот и знакомство-то дачное заводится, да. Ну, так-то я уже тут, получается, вот этих соседей знаю. Тех знаю, даже сегодня общался. Потом тут напротив знаю. Ну, короче, потихоньку знакомлюсь со всеми. Ну, и со мной знакомиться. Так-то я что, люблю поговорить-то так. Ну, ладно, будем продолжать домиком заниматься. Все равно сказал, дедушка-то, если так подходите, если только веревку еще найдете. Что там, награде дергануть-то? Вон, я сам-то спокойно же проехал тут. А он провалился. Операция эвакуация версия 2.0. Дедушка мне махнул рукой. Говорит, подъезжай. Вот сейчас потихоньку еду. Вон, тут так-то сыро, так это достаточно глубоко. Даже Нива немного подбуксовывает. Сейчас зацепим, назад попробую дергануть. Я думаю, должно. Субтитры сделал DimaTorzok У него даже настроение поднялось. Хоть что-то кому-то помог. Он низко стоит. Я, кстати, сейчас уже сюда заезжаю. Что нормально тут, воротину-то этот крюдок. Спокойно заезжаешь, он стоит, никому не мешает. Ну вот. Хорошее дело сделал. Это что там, там нереально выехать был. Видели, даже когда вот уже вытащил. На более-менее такое сухое место, на возвышенность. И то, как машина-то буксовала. Они хоть бы хны. Полный привод решают. Да еще же все-таки резина-то. Как вот не МТ, типа тяжелая грязь. А среднее бездорожье. Но и то позволяет выезжать вот из таких вот. Спокойно вот, как говорится, поехать. Ладно. Сейчас еще посмотрю, как что тут фундамент. Еще рулетку достал. Замеряю, на какую высоту-то поднимать. С кирпичами сравню. И более-менее надо уже выставить. А если завтра дождя не будет, даже уже может попробовать. Растворчик помешать. Буду мешать перфоратором в строительном ведре. Вот когда ремонт-то в квартире делал, подобным образом буду делать. Как вот этот. Такая мешалка-то есть. Вот ей. Песок, цемент. Щебня, как понимаю, не надо валять раз кирпичи, чтобы кирпичная кладка же была где-то у меня тут. Кирпича-то я копил дык. Так. И вот думаю, насчет щебня, конечно, заказать. Может там пару тонн, там тонны три. Смотрел объявление на ВИТО, где-то полторы тысячи тонны стоит. И не знаю, то ли кирпич вот старый ломать, то ли вот этот все-таки щебень купить. Ну вот, что посоветуете? Это как наполнитель будет для буронабивных вот этих моих свай, когда я пробурю это под пристрой, частично под забор. И вот, не знаю, конечно, щебень-то, если купить вот такой вот заводской-то готовый, удобнее будет. Ну, все-таки что, пять тысяч опять надо дать будет. Доли вот этого кирпича старого надолбить. Новый-то я не буду. Новый приходится вообще. Ладно, продолжаем. Еще вот хотел показать вот тут. Смотрите, как будто так немножко домик смещается время от времени. Я аж доски-то все прямо выставляю, а тут вот они как бы вот так стали косовато немножко. Буквально сантиметра на два. Может он... Вот домик-то туда как-то уезжает. Непонятно. Но я его пробовал руками шатать, как-то такая ветровую нагрузку создавать. Домик не падает. Не знаю, может когда домкрачу, так вот смещается. Но вот этот брус, вот этот кусок получается плохой. Он тут ломается. И вот тут. Это самое низкое место было. Менять, не менять, непонятно. Вот так вот выглядит. Примерно до середины. Дальше уже нормально идет. Если менять, так надо менять целый. Целый менять, это сразу сложности растут, потому что надо эту сторону будет держать как-то. Смотрел сегодня. Брус стоит... Вот одна такая штучка 2000. Вот она стоит столько. Получается один брус 150 на 150. Шестиметровый. Ну тут, конечно, не 6 метров, на где-то 4 метра. Вот такая вот стоимость. Сейчас хочу рулеткой замерить, на какую высоту я уже поднял домик. И посмотреть, сколько еще надо. 25 сантиметров. В общем, такой промежуточный ток. Эта сторона 25, тут 20, тоже 25, а там 27. И дверь не закрывается плотно. Соответственно, дверь перекосила. Эта точка высоко. Как и те, там тоже 27. Надо вот это поднять. И вот это. На 2-3 сантиметра. Та сторона около 28. Вся. Сейчас буду кирпичики смотреть, сколько надо их выкладывать. Ну пока думаю, что 3 же да, делать. В принципе, нормальная высота. Цоколь закроется тут. И вентиляцию сделаю. Если 3 же да, сделать. Так вот. Кстати, дом даже стал смотреться по-другому. Он стал такой, как вот, выше. Хотя вроде бы, что я поднял. А вот он уже такой, визуальный эффект совсем другой. Вот он так выглядит издалека. Сейчас потихоньку отхожу назад. Такой домик. Прям как будто он больше стал в размере. В общем, подумал тут, подумал. Надо 3 бруска вот эти 10 на 10. И плюс пара досок. 30-35 сантиметров, чтобы было. Так как я буду уже такие, когда бетонировать, соответственно, надо вот эти-то бревнышки будет убирать. И тут упорку-то ставить, чтобы получаться нагрузка-то тут держалась. Пока там раствор схватывается, застывает. Так же везде. Это мне сейчас вот легко. Я упирался тут вот в эти штуки-то. Ну, кстати, они даже не рассыпались. Но я все равно еще где вот щели, туда все залью от этого раствора, чтобы еще схватилось сильнее. Ну и ладно, сейчас продолжим. Еще поднимать буду. Получается, еще на брусок минимум. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все. Наконец-то я все это закончил. А еще, кстати, две штучки осталось вот там, под домиком. Вон она. Земля-то торчит. Ну а так, что, нормально засыпал. Потом еще грабельками или как это, граблями все пройду. Вот этот всякий мусор-то соберу. Вон там кусочки доли, рубероида. Потом там еще что-нибудь еще. Вот так. Вот. Кирпичики пригождаются уже. Вот этот бой-то кирпича. Надо где-то еще. Я видал на авитое объявление это съездить. То я так и туда не съездил на авиатство вечером. Вот. Вот так вот уже выглядит все это дело. Пусть сохнет, просыхает. Сейчас еще рулетках похожу, померяю. Ну не знаю, наверное, сегодня уже не буду ничего поднимать. Уже домой поведу отдыхать. Ну все, что я хотел, я прибрал. Инструменты убрал. И сейчас еще хотел вам показать, как сейчас в домике выглядит. Вот смотрите, какие просветы. Вот. Пол-то остался на земле. Вот его тут оторвало. Сейчас покажу вот так вот. Вот получается, настолько несущий брус поднялся, а пол вот такой. Вон, между лестницей столько. Вот так выглядит. А сейчас в самом домике. В самом домике вот так. Со всех сторон продувают, просыхают. Уже ничего не будет мокнуть, земля не будет вот эта срая, такая, как сейчас была. Великая сила гидравлики, да, вот. гидравлический демократ. Какой сильный. Смог поднять. Кстати, смотрите, домик немножко перекосило. Окно вот туда завалилось. Да. Главное не уронить наш коттедж. А так вот оно такое. Ну, я может это в конце времени ломиком вот в сторонку буду ломиком так делать. И нормально будет. Но это уже ближе к концу. Посмотрю. Ну ладно, будем прощаться. Сейчас я пойду домой к Алине и к Максимовичу. Всем большой привет! Я сейчас приехал в сад. Этот целый прицеп песка привез. Вот тут его хочу свозить. Вот в этом месте этот доску-то с пола положить и получается на тачке туда завозить. Сажу тут недалеко. ДВП постелю и на него сложу. Сейчас прицепчик откроем, посмотрим, как доехало. Я думаю, все нормально доехало. Но тяжело. Песок тяжелый, сырой. Я ехал потихоньку. на вот песочек. Вот такой песок. Ну, как-то глинистый, вот такой. Вот так-то песок. Думаю, нормально попробую замешать вот этот песочек. Подготовил 4 ДВП-шки и также постелил доску. Доска широкая, по ней будет удобно ходить с тележкой, закатывать песочек. Тележку также подогнал. Сейчас буду грузить песок. Вот он. Так-то приличное количество. Не знаю, за сколько я справлюсь, но закидал минут за 40. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я закончил Разгрузка песка Конечно дождь ливанул Я вот весь сырой И даже вот слышно как по крыше Бьют капли дождя Это вообще сильный такой И вчера там всю ночь такое шел И полдня вчера Ну как же все дожди, дожди Но дальше вроде бы уже получше погода будет Надеюсь так и будет И синоптики не будут от нас обманывать Я хочу что-то побольше поделаю Конечно пробую из этого раствора Сделать из этого песка Посмотрю как будет получаться Будет ли размешиваться Ну и вам покажу А сейчас поеду домой То невозможно тут что-то делать Очень сыро Вон весь сырой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...